Эти коробки отвезут нуждающимся семьям. 200 продуктовых наборов с доставкой на дом. Такую поддержку жителям Шамкента оказали бизнесмены и партийцы. Проводить благотворительные акции в дне священного месяца Рамазана стало для них доброй традицией. «Мы до этого помогли детям-сиротам. Их было всего 150. И приезжим. Сегодня вот двум сотням семей поможем. Мы будем раздавать малоимущим, многодетным. К работе привлекли волонтеров из молодежного крыла ЖАСОТА». Многие шамкенцы остались без работы, а значит и без средств к существованию. Сложнее всего сейчас приходится многодетным, малоимущим, инвалидам и одиноким пожилым людям. «Как начался карантин, президент призвал, чтобы предприниматели приняли участие в акции Безбергемос. И кроме того, чтобы помогал и мелкий бизнес. До сегодняшнего дня около 2000 семей раздали продукты. Это инвалиды малоимущие. По нескольким категориям раздали и по 50 тысяч тенге». 83-летняя Любовь Немцова всю жизнь проработала в Шамкенте. Сначала на струйке, затем в больнице. Ухаживала за пациентами. Одинокой бабушке помогает только соседка. Сегодня бабе Любе привезли продуктовый набор. Муки, круп, масло и сладости хватит до снятия ограничительных мер, благодарит пенсионерка. «Дай Бог здоровья всем, 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 всем. Все, мне это теперь на полгода хватит. Мы работали, поднимали страну. Стройка, я же здесь с 58-го года работала на стройке, работала в больнице. У меня около 40 лет стажу. Так что спасибо большое нашему правительству». Списки нуждающихся формировали в районных акиматах. Продукты получают лишь те шамкенцы, которые действительно нуждаются в помощи. Анастасия Новикова, Амантай Уильбеков, Абзал Турабеков. Информационная служба телекомпании «Утрар».